Что самое странное, отвратительное вы когда-либо видели на вечеринке? Я была на вечеринке в доме друзей с моим парнем и кучей моих коллег. Было поздно, около трёх утра, все были изрядно пьяны. Большая часть гостей собралась в гараже и играла в пивной понк. Мне нужно было в туалет, поэтому я вошла в дом. Открыла дверь ванной и увидела внучку нашего босса, которая стояла на коленях, пока два парня писали на неё. Её парень в это время был в гараже. Я развернулась и вернулась в гараж. Через минуту один из парней пришёл в гараж и, смеясь, рассказал всем, что Трина попросила их помочиться на неё, и они сделали это. Мне было очень жаль её парня, он был так унижен. У одного парня во время драки вырвали кольцо, которое было в его носовой перегородке. Его носовая перегородка валялась на полу, из неё торчало кольцо. Это было нереально мерзкое зрелище. Однояйцевые близняшки целовались. Это было по-странному эротично, невероятно кринжово и совершенно отвратительно. Но больше всего мне понравилось то, что на следующий день я увидел их в столовой с парнем, одну из них, они обедали молча. В моём родном городе в Техасе есть пляж, на который мы обычно ходили по выходным. Люди включали там громкую музыку, пили, гуляли по пляжу или ездили в разные стороны от одного конца пляжа до другого. Тысячи людей, там всегда царила настоящая вакханалия. В общем, как-то раз я увидела свою бывшую одноклассницу, которая каталась на капоте машины с голым задом и танцевала перед всеми. А потом она вытащила свой тампон и начала размахивать им. Это была одна из немногих вечеринок, на которых мне довелось побывать. Я еле дошёл до гостиной и увидел пьяных чуваков, которые сидели, образовав круг. Они передавали друг другу зажигалки и пукали по очереди. Эта херня выглядела так смешно, что я сел на краешек дивана и начал наблюдать. Посреди очередного круга незнакомая девушка в мини-юбке, которая явно выпила слишком много, подошла и спросила, можно ли ей присоединиться к ним. Парни согласились и подвинулись, освободив для неё место. Она устроилась на диване и подняла ноги, согнув их, как бы сев на корточке, но по сути она легла на свою спину. Парням очень понравилась эта картина, так как на ней были стринги, и они мало что скрывали под её безумно короткой юбкой. Она щёлкнула зажигалку, потужилась, но она жидко обосралась. Раскаты смеха, вызванного этим происшествием, чуть не вызвали землетрясение. Лицо девушки стало краснее, чем пластиковый стакан в её руках. Она убежала, прикрыв рот. Её подруги пошли за ней. До конца вечеринки я почти не видел её. Какая-то кошка появилась посреди вечеринки и начала рожать на диване. Это было интересно. Я видела пьяного военного в форме, который заглатывал фалоимитатор посреди кухни полной людей. Это было очень странно, так как вечеринка была не такого рода. Он просто нашёл чью-то игрушку и подумал, что будет забавно, если он спустится в кухню, где все собрались, и засунет это себе в горло. Неловкая ситуация. Однажды я был в баре, и какая-то девушка танцевала на барной стойке. Мой друг подошёл и начал подбадривать её. Она схватила бутылку с барной стойки, засунула в свой задний проход, втянула всю жидкость из бутылки. Затем выплеснула жидкостью из своего ануса по лицу моего друга и прочих людей, стоявших рядом. К счастью, я стоял достаточно далеко. Мой друг был одновременно испуган и поражён. После этого дня он уже не был с собой прежним. Я однажды видела, как женщина стояла на барной стойке и брызгала на людей своим грудным молоком. Какой-то парень разогрел в микроволновке тарелку с блевотиной, и боже, какая вонь началась! Всех начало тошнить, весь дом наполнился вонью, и я ушёл домой. Вероятно, около 15 лет назад я видел одного парня, он был в Зюзю, который на слабо решил пройтись по раскалённым углям из ямы для костра. Он пошёл прямо в яму для костра, вместо двух куч угля, которые парни достали для него. К счастью, на нём были шорты, и огонь уже понемногу угасал, поэтому он не загорелся, но получил несколько серьёзных ожогов. Самое безумное в этом было то, что он проделал это всё с улыбкой, типа, ну не чокнутый ли я? На вечеринке после турнира по регби парень без рубашки пытался сломать стол, запрыгнув на него. Когда у него это не получилось, он вытащил свой лонгер и начал бить им по столу и кричать, что он сломает стол своим шлангом. Он не смог это сделать. Я однажды побывала на перечной вечеринке. Бухие люди разбрасывали чёрный молотый перец по кухонному полу и чихали с большим удовольствием. Самое отвратительное. Чувак залез на комод, взял молоток и забил гвоздь в собственное достоинство. Самое странное. Одна пара поженилась сразу после окончания школы. Как-то раз мы все тусовались в доме моей двоюродной сестры. Пара начала ссориться друг с другом, а затем они вышли из дома. Через несколько минут парень с криками забежал в дом. Вся его рубашка сзади была в крови. Она пырнула его ножом в спину. Мы вызвали скорую. Мой парень повёз его жену в больницу, потому что она настояла, что хочет быть с мужем. Их обоих задержала полиция, пока они ехали в больницу. Эта пара продержалась в браке более десяти лет. Я пошла на вечеринку в доме студенческого братства, когда гостила у подруг в их колледже. Чувак подошёл к нам и бросил таблетку в напиток соседки моей подруги, даже не пытаясь это скрыть, и начал разговор, как ни в чём не бывало. Дерьмо налетело на вентилятор. Все начали кричать и нас вышвырнули с вечеринки, потому что чувак состоял в братстве, а мы обвиняли его без всякого повода. На вечеринке началась драка, которая затем перешла на улицу, где примерно 25-30 парней выбивали дерьмо из друг друга. Девушки вопили, парни швыряли друг друга в разные стороны, разбивали бутылки о головы друг друга, и тут появился мой друг Карл. Карл медленно вышел во двор, играя на гитаре традиционную мексиканскую мелодию, то и дело перешагивая через валявшиеся тела и битое стекло. Это был сюрреалистичный момент в таком хаосе. Мы только пришли на вечеринку, когда пришла девушка моего друга Роллера, подошла к нему с очень сердитым видом, и у них началась ужасная ссора. Он заразил её ВИЧ. Во время ссоры выяснилось, что прежде он сдавал анализ три раза. В первый раз у него был положительный результат, а ещё два раза результат был неопределённый. Он сказал, что думал, что если результат неопределённый, это значит, что он больше не болен, а значит, ему не нужно предохраняться. Это была самая неловкая, ужасная, кошмарная ссора, которую я когда-либо видел. После ссоры я отвёз его в город, и больше я с ним не общался. Какой-то парень попытался разбить лбом бокал для пива. Он рассёк половину своего лица и с криками выбежал из дома, разбрызгивая кровь. Понятия не имею, что с ним было дальше. Мне было 20. Я была на рейве в вечеринке примерно в 4 утра и увидела ребёнка примерно 12 лет. Я спросила, знают ли его родители, где он. Он указал на женщину, которая танцевала с группой парней, и сказал, вон там моя мама. Когда мне был примерно 21 год, я и два моих друга, которые были старше меня, отправились на встречу с несколькими моими друзьями. Мы все дружили ещё со школы, и эти встречи в небольшой компании были для нас единственным шансом увидеться друг с другом в период между летом и осенью. Обычно мы собирались за домом друга, назовём его Шон, и разжигали небольшой костёр. Родители Шона обычно к тому времени уже спали, а мы пили в шестером. Вечер шёл нормально, не считая дикого поведения одного из наших, назовём его Билл. Билл всегда любил колоть дрова для костра, но в этот вечер он решил сделать большую деревянную статую из огромного куска дерева с помощью топора. Мы курили и пили, а Билл всё рубил и рубил. В какой-то момент я и другие парни постарше решили сказать ему, чувак, напиваться и рубить статую из дерева не самая лучшая идея. Как только мы сказали это, мы услышали громкий треск и брань. О, чёрт! Мы сразу же побежали к нему и увидели, что он рассёк свою ногу. Это был не какой-то небольшой шрам, нам была видна его кость. Один из друзей, который прошёл курсы спасателя, поднял его, побежал в дом и положил его в ванну, чтобы оценить его состояние. Мы крепко перевязали его ногу, чтобы остановить кровотечение, затем попросили Шона вызвать скорую. Билл начал возражать и заявил, что ему нужно проспаться, а в больницу он пойдёт утром. В итоге всё обошлось, и он сказал родителям, что по дороге домой врезался в забор. Меня пригласили на мальчишник-парня, с которым я не был знаком, примерно в 1982 году. Вечеринка проходила во дворе дома, где находился приличных размеров круглый бассейн. Там были барбекю, пара бочонков пива. Во дворе на блоках стояла лодка длиной 10-12 метров. Там было около 100 парней, в основном это были пловцы из колледжа. Я был знаком лишь с половиной из них. Спустя какое-то время около 10 парней оказались на крыше дома. Парни, которые готовили барбекю, перенесли его на лодку, чтобы пьяные не упали на гриль. Людей становилось всё больше. Пьяные решили спустить лодку в бассейн. Около 50-60 человек столкнули эту штуковину в бассейн, из-за чего в бассейне поднялись волны, при этом опрокинув гриле прямо на лодку. Начался пожар, который, казалось, очень легко было потушить. Но как бы не так. Вскоре бассейн оказался полон пьяных спортсменов из колледжа. Они все пытались плескать воду на лодку, лили туда пиво из кеговых кранов, бросали в огонь лёд, пытались потушить его пластиковым брезентом, садовым шлангом, и огонь разгорался всё сильнее. Из-за дыма парни на крыше начали задыхаться, они попытались спуститься. Высота крыши была 3,5-4,5 метра, но они были пьяны. Несколько пьяных костей, стоявших внизу, решили образовать пирамиду из человеческих тел, чтобы помочь им спуститься. В результате они отодрали водосточный жела под стены дома. Было много криков, руганий, дело шло к драке, вдобавок ко всему лодка горела посреди бассейна. Пора было валить. Я нашёл двоих парней, с которыми пришёл на вечеринку, и мы ушли. Мы проехали мимо полицейских и пожарных машин, которые ехали к дому. Спустя пару дней я увидел в местной газете статью с фотографией о женихе, который всё-таки женился, находясь в больнице. Но подробностей о том, как он упал с крыши и сломал ногу за два дня до свадьбы, не было. Он не смог пойти на банкет, медовый месяц тоже пришлось опложить. Упоминаний о мальчишнике и пожаре тоже не было. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok